Какой пункт? По-хамски отвечать, если вам предложили такую работу, это я сразу же говорю. То есть, например, предложили писать новости в смене 12 часов в день, по 5 новостей в день, а вы уже давным-давно пишите тексты, колонки, вы уже известный автор, и вам предложили такой вариант. Есть два способа. Либо вежливо отказаться, либо попросить за это такие деньги, которые вы понимаете, что человек не потянет. Это не посчитают наглостью, это посчитают просто, что рынок сошел с ума на самом деле. Третий пункт. Вот моя главная на самом деле рекомендация. Это никогда не называйте себя журналистом. Потому что происходит то же самое, что происходит с врачами, которые приходят кому-то в гости, и выясняется, что нужно вылечить всех от всех болезней, нужно быть экспертом в области хирургии, офтальмологии, чего-то еще. И дальше, когда врач не берет на себя ответственность за что-то, ему говорят, ну ты же врач, в чем дело? Так и здесь. Здесь, когда ты говоришь, что ты журналист, происходит очень много каких-то дополнительных требований. То есть ты журналист и должен быть в курсе всей повестки дня, даже если тебя не волнует, например, война в Сирии. И еще один момент, это когда вы сами хотите себя считать журналистом. Был такой момент в замечательном сериале «Физрук», если кто-то смотрел, наверное, смотрели все, когда к дочери мафиози клеился парень из Ростова, и вот он с голой задницей пришел к этому мафиози, показал бизнес-план и говорит, мы теперь с вами коллеги, бизнесмены. И этот мафиози, которого играл Александр Гордон, спросил просто, какие мы с тобой коллеги? Так и здесь. В журналистике есть журналисты очень разного уровня, и поэтому проще, как я себя называю, например, я себя называю блогером, и проще себя называть автором, либо просто говорить, я пишу тексты. Не брать на себя никакой ответственности, не говорить, что я там журналист. Четвертый пункт, это тоже такой нюанс. Я бы не рекомендовал никому писать про лайфстайл, потому что лайфстайл – это обо всем и ни о чем. Например, можно сегодня писать о том, почему в ленинградском зоопарке умирают слоны, а завтра о том, почему проводить, например, лекции на лестнице – это круто. Это все лайфстайл. И получается, что вы не разбираетесь по сути ни в одной теме, а просто грамотно владеете русским языком и пересказываете какие-то темы. И в лайфстайл-журналистике очень средние зарплаты, я даже могу их озвучить, это 40-50 тысяч рублей в Москве и 30-40 тысяч рублей в Питере. И при этом такая работа, если вы и так грамотно владеете русским языком, и умеете пользоваться поисковиками, и умеете подбирать синонимы к словам, то эта работа не даст вам вообще ничего. Я сижу на Фейсбуке и, наверное, раз в неделю вижу анкеты, резюме, портфолио и так далее. Журналисты, которые работали на The Village, их уволили по какой-то причине, они сошлись с коллегой, которая пользовалась другой помадой, например. И их уволили, они ищут работу, они хотят получать те же 50 тысяч, но получается, что как бы кризис, у нас нет вакансий, например, в штате, и получается, что нужно писать о чем-то, в чем нужно разбираться круто, а человек не разбирается ни в чем. То есть лайфстайл журналистика — это такая вещь, которой можно перебиться на 3 месяца, если вы и так в чем-то разбираетесь. Но рассчитывать на это как на постоянный какой-то свой заработок, на постоянное место работы я бы не стал. Пятый пункт — это как нужно писать про политику. Я считаю, что про политику нужно писать никак. Но это как бы мое мнение, не потому что цензура у нас в России, а потому что люди, которые часто пишут про политику, нередко сходят с ума. Есть пример. Вот мой знакомый, я не буду называть его имени, он работал в газете РУ, закончив журфак МГУ. То есть он туда поступил в 17 лет или 18, учился там 5 лет, стал специалистом, подрабатывал на кафедре, пошел в газету РУ, стал писать там о политике. Ему очень была интересна тема вбросов на выборах и так далее. То есть он себя позиционировал как такого жесткого либерала. Естественно, в газете РУ, ну мы все знаем, какому холдингу принадлежит это издание, надеюсь, что все знаем, в газете РУ эту лавочку быстро прикрыли, и его тексты не то что цензурировали, ему просто говорили, ну пиши о чем-то другом, например. Намекали достаточно долго, в конце концов вышел зарезанный текст этого автора. И что он сделал? Он сказал, что он разочаровался в журналистике, это было два года назад или может быть три, разочаровался в журналистике, ушел из профессии, и сейчас он с 25 лет не при делах, потому что вот он всю жизнь мечтал писать, а он считает, что ему в России не дают писать, потому что он хочет писать только о политике. Поэтому вот если выбирать, например, тему между политикой и какими-нибудь технологиями или чем-то таким отстраненным, то я бы посоветовал отстраненное, несмотря на то, что понятно, что в политике в перспективе и денег, и в известности, и влиятельности больше. И тут пример нужно брать Сергея Шнурова, который, как вы знаете, уже выступает много-много лет, и он не связывается с политикой, очень грамотно обходит все политические темы, и непонятно вообще, за какой он режим, против какого. Он живет сам по себе, и ему здесь все, в принципе, нравится. Следующее, о чем хотел бы рассказать, это о том, как нужно относиться к цензуре, как не нужно, вернее, относиться к цензуре. Я не перечислил издания, где я работаю, наверное, сделаю это сейчас. Я постоянно пишу в Евроспорт, в Спортэкспресс, на live.ru. Ну, я надеюсь, сейчас никто не уйдет после того, что я сказал, что работаю на live.ru. И я придумываю сценарии для шоу-культура на Матч.ТВ, которые ведут Юрий Дудь и Евгений Савин. Вот. И на live.ru у меня за все время, я написал, наверное, текстов 40 туда за последний год, там всего лишь один раз случилось так, что меня попросили заменить фамилию Медведев на слово политик. Так, чтобы как бы не навредить его репутации. Потому что там вот такое правило, что Медведева мы не трогаем. Я вам могу об этом сказать, например, а писать в Фейсбуке я об этом не стану. Но суть вот в чем. У меня было два варианта, или даже три. Первый вариант — сказать, что без фамилии Медведев мой текст не выйдет. Второй вариант — требовать, чтобы, ну, пробивать то, чтобы Медведев все-таки попал в текст. И третий вариант — смириться. Рассмотрим, что было бы в первых двух случаях. Скорее всего, я бы не пробил Медведев в текст, и я бы себя зарекомендовал как человека, который, ну, вообще не понимает, что к чему, которому поскандалить за свои принципы важнее, чем адекватно оценить обстановку. Поэтому я смирился. Что мы имеем? Текст прочитали 10 тысяч человек, и то, что там был политик, все догадались, о ком идет речь. Ну, потому что там был соответствующий инфоповод и так далее. Фраза «держитесь там, здоровья вам, денег нет» — ее слышали миллионы вообще людей, по всей России, и не только в России. И наивно было бы думать, что я своим этим текстиком, своим этим маленьким упоминанием фамилии как-то бы повлиял на репутацию Дмитрия Медведева, премьер-министра России. Поэтому иногда проще смириться. Не надо относиться к цензуре так, как будто это всегда какой-то яд. Всегда можно либо, как я уже говорил, смириться, либо просто написать так, чтобы все поняли, о ком идет речь, но при этом без упоминаний. И вообще по всем медиа, которые сейчас в России работают, нет никакой жесткой цензуры. Это просто миф. Это какая-то легенда, выдуманная, на мой взгляд, журналистами-неудачниками, которые их повыгоняли из таких мест, как газета «Ру» и так далее. Вот. И еще я скажу про либеральные медиа, в свою очередь. Я, ну если вдруг вас как-то это волнует, не абсолютно индифферентен к текущему режиму, но при этом люди с дождя, то есть телеканала, с сайта, очень любят упрекать тех, кто работает на лайфе. То есть они приходят в комментарии, кто-то выкладывает текст в Фейсбуке, с лайф.ру, человек с дождя приходит в комментарии и пишет. Ну текст-то в общем-то нормальный, но вот ресурс выбрали не очень. И я таким отвечаю. Окей, а какие претензии конкретно к тексту, какие претензии к ресурсу? И отвечают, а вы хоть раз видели там критику Путина? И я спрашиваю, а на дожде я хоть раз видел что-то положительное, что происходило в России, но я же не верю, что тут у нас ничего хорошего не было. И человек с дождя отвечает, нет, не видели. И считает, что это как бы нормально, что либеральная точка зрения, она должна быть именно такой. Поэтому я не читал Эдуарда Лимонова, но мне рассказывали, что у него такой принцип, отвечайте только за свой текст. И отвечайте только за свой текст, который не важно, где выходит. То есть если, например, владельцы сайта ресурса, где выходит ваш текст, не сделали ничего плохого вам или вашей семье, то не стоит там как-то негативно относиться и проще просто пристроить свой материал, который выходит под вашим именем и отвечаете за него, соответственно, вы, а не там главный редактор, какой-то там еще редактор, там выпускающий редактор и так далее. И еще один очень важный момент, просто я им даже закончу на тему о том, чего делать нельзя. Это момент о нытье. Ныть тоже нельзя. Давайте вот пять пунктов, почему ноют молодые авторы, молодые журналисты. Пункт номер один. Потому что без опыта не берут на работу. Но это вранье. У нас сейчас есть куча изданий, в которых можно публиковать свои тексты без опыта написания текста, где бы то ни было еще. Это, во-первых, sports.ru, если вы пишете про спорт. Это t-journal, если у вас есть 75 рублей в месяц, ну мало ли, завалялось, вы себе купили подписку, вы можете публиковать в клуб, и если ваш текст достоин, его вынесут. Вот Кристина 15 тысяч просмотров, да, собрала, когда написала? Тогда написала про стажировки. Написала про стажировки и получила 15 тысяч просмотров. Это очень много для обычного текста. Потом, если вы хотите показать себя модным, то вы можете публиковаться на Medium, например. И если вы пишете про кино, игры и так далее, вы можете писать на iGuyts, вам никто этого не запретит. Ну, только не надо идти в ЖЖ, потому что ЖЖ умер лет пять назад. Там он существует только ради Артемия Лебедева и Ильи Варламова, мне кажется. В общем, проблему с опытом мы решили. Следующее — это у меня плохой город для работы. Это любят говорить те, кто живет в Ижевске, Томске и, например, в Петербурге. Они говорят, что у них нету никаких инфоповодов. Ну, нету, слово такого нет, простите меня, пожалуйста. Вот. У них нет никаких инфоповодов, нет никаких героев. Самая важная новость, что там ограбили ювелирный магазин, украли там полтора кольца на сумму 10 тысяч рублей. Писать не о чем, городские здания платят 7 тысяч рублей в месяц. Ну и возникает вопрос, вы в 90-е годы, что ли, живете? У нас работает прекрасный интернет, у нас работает прекрасно почта, мессенджеры, фейсбук и так далее. Я не буду приводить примеров много, но, например, условный Станислав Ранкевич, человек из Петрозаводска, это Карелия, построил себе отличную карьеру в журналистике, вот ему сейчас 29 лет, он возглавляет, как я понимаю, новостной отдел на сайте Матч ТВ, и он один из ведущих блогеров по испанскому футболу на sports.ru. У него везде оклады есть, до этого он работал на mail.ru тоже в спорте, вот он работал на mail.ru, корпорация, которая располагается в огромнейшем здании, прекрасном здании в Москве, это башня стоит и так далее, и вот он работал там, сидя у себя на диванчике в Петрозаводске. И он не испытывал никаких затруднений. Точно так же, например, с интервью и инфоповодами. Последние пять интервью, которые я взял, я брал у человека из Таиланда, у человека из Краснодара, и, наверное, все остальные были из Москвы. То есть я их всех взял по FaceTime или Skype. И не ныл, потому что я не могу поехать к герою. Вообще нужно привыкать к тому, что журналистика поездок, она медленно умирает, точнее, даже не медленно, она уже умерла. Суть в том, что если там три года назад могли отправить корреспондента в Таилан, чтобы он изучил, как же работает авиасейлс, то сейчас потратить 100 тысяч на билеты и еще там 15 тысяч на гонорар, никто на такие расходы не пойдет. И весь материал будет собран по кусочкам. Возможно, он будет не таким качественным, но точно таким кликабельным. И он будет собран по кусочкам из разговоров по Skype и по тому же FaceTime, по мессенджерам, со всякой прямой речью, эксклюзивами. То есть считать свой город оправданием для того, что у вас что-то там не сложилось, это тоже полный бред. Сразу же забудьте об этом. Дальше маленькая зарплата. Маленькая зарплата беспокоит, как я понимаю, тех, кто на старте, вообще практически всегда, потому что, ну я просто расскажу, как вообще обычно происходит стандартный карьерный путь в журналистике и вообще вот в профессии, где нужно выражать свои мысли текстово, например, там быть редактором или кем-то еще. Сначала вы будете работать бесплатно. И с этого все начинали. Как я уже говорил, можно начать с Титжорнала, можно начать там с других каких-то блогерских сервисов. То есть вы будете работать бесплатно, и у вас будет набираться портфолио. И дальше вы с этим портфолио должны отслеживать вакансии, которые появляются на самом деле каждый день, и предлагать редактору, предлагать изданию свои материалы, которые есть. Пять редакторов не ответят вам ничего вообще. То есть они, возможно, прочитают, возможно, отправят в корзину, возможно, подумают вообще, что с ума сошли, что ли, что ли, дрянь такую присылать мне. Шестой редактор скажет, вы знаете, вот у вас текст это не очень, но в принципе русским языком владеете. Если у вас есть силы и желание, выходите работать к нам, но за маленькие гонорары. И сначала вы будете получать там 500 рублей за текст, потом 1000, потом там полторы, две. Но если вы пойдете работать в штат, то в Петербурге, и будете работать в офисе, то в Петербурге лимит на зарплату журналисту, обычному или корреспонденту, он где-то в районе 50-60 тысяч рублей. То есть вам придется искать лекарства от маленькой зарплаты. И такое лекарство найти на самом деле очень легко. Можно быть просто фрилансером, то есть иметь постоянное место работы и по вечерам действительно сидеть и вкалывать. Вкалывать на какие-то другие сторонние ресурсы, не на свой. То есть Медуза, например, заказывает регулярный текст авторам из Петербурга. Это чисто в качестве примера. Московские какие-то редакции, московские журналы. И постепенно средняя стоимость вашего текста будет расти, расти, расти. Вы будете получать больше, работать меньше. Это неименуемо абсолютно. Если вы действительно будете выстраивать свою карьеру в правильных местах, а не на thevillage.ru. Еще один пункт, он звучит так. Я слишком порядочный, чтобы идти в журналистику. Ну и при этом человек, например, обожает читать тексты, мечтает о том, чтобы работать в коммерсанте и ничего для этого не делает. Ну нужно просто быть наглее, смелее и понимать, что даже если над вашим письмом, над вашим резюме будет смеяться вся редакция, хохотать, какие там у вас корявые обороты, вы об этом, скорее всего, не узнаете, потому что вас не возьмут. Если у вас все будет хорошо, то у вас есть шансы на то, чтобы попасть в профессию и дальше уже самому решать, насколько вам быть порядочным. Но я вот работаю лет пять, наверное, вот все это время. У меня никаких проблем с порядочностью, никаких вопросов морали не возникало. Никто ко мне не подходил. Ну может, я, конечно, плохо работал, но ко мне никто не подходил с просьбами, например, рассказать про какого-нибудь убийцу с другой стороны. Или там никто мне не предлагал рассказывать, что футбольный клуб Анжи — это великий футбольный проект, который правильно абсолютно вложил деньги и так далее. Нет, такого не было. И вот эти мифы о продажных журналистах, они по большей части мифы есть. Все деньги обычно забирают себе издания, и журналист об этом не узнает. То есть получается такая информационная поддержка. Чаще всего это работает именно так. То есть, например, на примере футбольного клуба, опять же объясню, футбольный клуб Анжи четыре года назад, пока еще там все деньги оттуда не ушли, принес кейс денег на чемпионат.ком и попросил только об одном. Не нужно писать о нас хорошо, не нужно писать о нас плохо. Пишите, как хотите, но пишите о нас побольше. Вот. Это называется информационная поддержка. В ней я ничего плохого не вижу. И последний пункт — это везде требуют образование. Я таким людям, которые говорят, что тяжело пойти в журналистику, потому что везде требуют образование, я просто их прошу не врать. Потому что образование у меня за те 20 примерно мест, в которых я работал все это время, не спросили образование ни разу. Не спросили, какое оно у меня высшее, среднее, там какой-нибудь колледж я закончил. Вот. Образование журналиста — это и не ненужная вещь, и не обязательная вещь. То есть каждый сам решает, получать его или нет. Я за себя скажу, что я отучился два года на юрфаке, потом мне предложили неплохую должность на одном из сайтов про технологии, и я понял, что у меня не получится совмещать, и сделал выбор именно в пользу работы, а не в пользу учебы, потому что, ну, и уже осознавал, что это не мое. Но в целом журфак не является каким-то обязательным пунктом в резюме, и нормальный редактор на это не посмотрит. А если ненормальным, у вас так не получится работать. Ну, если человек идиот, например, и ему нужно увидеть вашу корочку, то тут уже как бы даже не вылечить. Скорее всего, человек родился в 40-х, 50-х годах. И, в общем, просто забейте. Идите в другое место. Сейчас 10 рекомендаций о том, все-таки что делать нужно. Во-первых, нужно уметь пить. Я не знаю ни одного не пьющего журналиста. Даже если вот вы сейчас там не употребляете принципиально, если вы отказываетесь на праздниках от шампанского, пить все равно нужно уметь. Потому что во время каких-то пресс-завтраков, пресс-обедов и пресс-ужинов или во время встреч живых интервью часто бывает такое, что герой или человек, который вам нужен, спикер, он очень сухо разговаривает, сухо общается, и вы понимаете, что все катастрофа, что вы сейчас принесете в редакцию текст, который вам просто отклонят. То есть вы бесполезно потратили время. У вас есть всегда вариант пойти за бокалом шампанского, потом еще за одним бокалом шампанского. Я вам скажу, что бывает, что склеить, споить девушку гораздо легче, чем споить продвинутого спикера. То есть пить нужно уметь в огромных количествах. Это абсолютно неминуемо, если вы все-таки планируете чего-то добиться. Я расскажу о своей истории, которая у меня самая такая характерная. Это полтора года назад я брал интервью у VIP болельщика «Зенита». Мы договорились, что интервью будет анонимным. И вот мы сидели в пабе на технологике. Сначала он заказал себе какую-то то ли воду без газа, то ли что-то еще. Мы сидели, он ничего так толком не рассказывал. Потом я пошел в атаку, заказал себе сидр. Потом пошло пиво, потом пошло уже дальше крепче. И под конец я узнал, что этому человеку, ну VIP болельщику «Зенита», очень богатому, обеспеченному, предлагали стать генеральным директором футбольного клуба «Зенит». И это была очень ценная информация, которая как бы потом засветилась. То есть я как крыса, в общем-то, ее добыл. Следующий пункт, что нужно уметь делать, это нужно уметь задавать вопросы. Например, ну на самом деле не мне учить задавать вопросы, потому что у меня редко выходит интервью. Это вообще не самый мой любимый жанр. Но я всем советую прочитать книжку Ларри Кинга, естественно, да. Она у него одна, про то, как слушать собеседника, как общаться с собеседником, как вести радиоэфиры. И там вот один мудрый совет, который вообще нужно запомнить. Нельзя задавать открытые вопросы, вернее, закрытые вопросы задавать нельзя, но в некоторых случаях можно. Я сразу же вспоминаю, как Ургант позвал к себе Сергея Безрукова. Сергей Безруков вошел, сел. Ургант спрашивает, это ты сыграл Высоцкого? И тут ответ только может быть да или нет. То есть вопрос закрытый. Безруков отвечает да и уходит. И это был шедевральный закрытый вопрос. Но лучше задавать те, на которые можно порассуждать, а не на которые можно ответить да или нет. Либо иметь, когда вы готовитесь к интервью, иметь большую часть вопросов, на которые собеседник может порассуждать. Следующий обязательный пункт, это вам нужно составить для себя пул авторов, которых вы будете читать на всех изданиях. Во всех изданиях, где они публикуются. Читать их интервью, читать их тексты, колонки, читать их расследования. И обычно не больше 10 авторов вы наберете. Если вот вы сейчас сядете и подумаете, кто же мне нравится, как пишет, кто же тут крутой. Вы наберете 10 фамилий, забьете их профили на разных сайтах в себе в закладке телефона. И через полгода у вас там останется, наверное, 7 фамилий. Потому что кто-нибудь вам разонравится. Неминуемо, если вы будете читать каждый раз. Но все-таки иметь такой список обязательно, на мой взгляд. У меня там, если… Ну, конечно, меня никто не спрашивает. Но у меня в этом списке Артемий Лебедев, который в ЖЖ пишет на современном русском языке. Юрий Дудь, который сейчас, к сожалению, очень редко публикуется, потому что занят на телевидении. Но раньше у него были отличные тексты. И все их читали, все на них как-то реагировали. Ксения Собчак на Снобе берет потрясающее интервью. Ну, это на мой вкус. Владислав Цыплухин, который хотя и не журналист, но он регулярно постит колонки на Тит-Жорнале и на том же Фейсбуке. И, ну, я думаю, что все из тех, кого я читаю постоянно. Пятый пункт из обязательных вещей – это умение придумывать заголовок. Сразу же нужно понимать, что заголовки в стиле рассказов, книг и так далее, они не подходят. Если вы назовете текст «Война и мир», даже если там будет потрясающий текст из каких-то украинских оккупаций, никто не нажмет. Потому что сейчас заголовок не должен быть кратким. Обычно 100 символов хватит на то, чтобы раскрыть смысл текста заголовком и еще придумать какое-нибудь эпическое начало, эпическую первую часть заголовка. Например, ну, сейчас, а тут нет никого из преподавателей. Вот. Хорошо. на Евроспорте один из самых посещаемых текстов прошлого года, кажется, 2015-го, был такой. Есть футболист Марио Болотелли, и у него прозвище Бало, ну, как бы сокращение от фамилии. И у нас вышел текст е, запятая, балл, точка. Как деградирует Марио Болотелли. Как будто бы мы ничего такого плохого не сделали, но при этом на текст нажали около 80 тысяч раз, и автор тоже, естественно, был рад. И, в принципе, самый вообще хороший заголовок, несмотря на то, что я не люблю The Village, несмотря на то, что я ненавижу лайфстайл-журналистику, это как все устроено, двоеточие, какая-нибудь профессия. Ну, все понятно из заголовка, что там будет, что вам расскажут о какой-то профессии. То есть, когда вы придумываете заголовок, вы думаете не о том, как бы вам покрасивее и как бы вам кратко выразить смысл текста, а нажали бы вы сами на такой заголовок или нет. И я сразу подскажу, ключевые слова для заголовков это смерть, убийство, гроб, все такое, то есть кровь. Вот. И люди очень кровожадные, на самом деле. Мало кто об этом расскажет вам, конечно. Так что с заголовком нужно обращаться правильно. И, как мы знаем, все тексты сейчас выходят, вот есть заголовок, а есть главная картинка. И главную картинку тоже нужно подбирать такую, чтобы вам прям захотелось стыкнуть туда. Прямо захотелось перезагрузить еще 20 раз эту страницу, переслать другу, потому что там крутая картинка. Есть сайт pixlr.com, это такой веб-аналог фотошопа, где за 15 минут можно научиться вырезать из фона все что угодно и дальше конструировать свои коллажи, как вам будет нравиться. И опять же, на Евроспорте такое требование, что мы не берем, например, просто фотографию футболиста, мы вырезаем, ну, например, текст про, выходит про текст про то, как тренер ненавидит игрока. И вот мы вырезаем тренера, вырезаем игрока, суем в руку тренеру, например, ружье, подставляем футболиста напротив него и получается такая картинка, ну, она живая, на нее реально хочется кликнуть. Это такой, как будто, как обложка для журнала. То есть относитесь к этому именно как к требованию времени. В 2016 году все-таки нужно не просто ставить фотки на главную картинку. И еще, что нужно иметь? Нужно иметь гаджеты, которые вас не подведут. То есть не стоит экономить на них. Я скажу за себя, у меня стоит телефон и компьютер, ну, макбук и айфон стоят суммарно, наверное, 120 тысяч рублей, которые окупились уже много-много раз. И здесь дело не в том, чтобы приходить в кафе, открывать макбук и все видели ваше яблочко, которое светится. Этим уже сто лет никого не удивить. А смысл в том, чтобы айфон или компьютер вас не подвел в самый нужный момент, когда, например, вам в час ночи звонит редактор, а у вас загорел телефон и ваша Windows начала сама устанавливать себя. И вы берете телефон девушке и с него пишете редактору, простите, у меня тут завал, случилась вообще катастрофа, в следующий раз я вас не подведу. В следующий раз 99% не будет, вам не предложат, просто текст предложат тому, кто сможет его написать сразу, оперативно. И продолжение этого пункта нельзя жалеть себя. То есть, например, если случилось какое-то событие, там какой-нибудь теракт в Турции, а вы пишете на T-Journal, ведете какую-то новостную смену, ну опять же, T-Journal, это моя любимая медиа в плане отношения к работе, потому что у них 10-часовые смены и после них они не идут, например, в бар, а они остаются дома на протяжении недели там рабочие. И если в пятницу вечером случится теракт, опять же, в Турции, как он случился тут не так давно, то редактор выйдет на работу и будет вести онлайн-трансляцию всего, что там происходит. То есть, отыгрывать события, чтобы получить максимум кликов, вам нужно привыкать моментально. Вот, например, сыграли футбольный матч и через час на сайте должен быть текст по этому матчу, там колонка, размышления, описание, обзор, что угодно. Вышел айфон, в России появились там продажи, на стартовали. Прямо вот в 12 часов, в 10 часов утра он вышел, в 10 утра должен у вас выйти обзор, ну, например, ну не в 10, там в 12, то есть у вас появился айфон, вы сразу же пишете обзор. Нет такого, что у вас есть 2 дня на то, чтобы подготовить вдумчивый материал и там что-то еще поразмышлять дополнительно. Все, инфоповод ушел. Тексты сейчас живут? В лучшем случае день, чаще всего по 3 часа, ну и в среднем, если так брать, то, наверное, полдня провисит ваш текст в топе на каком-нибудь сайте. И опять же, я не беру историю с детишками-суицидниками, которые сидели в группах с китами и потом гасили себя, но тут, на мой взгляд, очень плохая работа именно автора, несмотря на 2 миллиона, 2 миллиона просмотров на новой газете, Галина Мурсалиева написала отвратительный текст, а потом еще и написала, кстати, отвратительную книгу, не стоит ее покупать. Этот текст действительно, этот инфоповод прожил пару недель, но это смотрелось, если честно, со стороны как такое паразитирование очень жесткое. То есть кто-то разжег, кто-то стал топик-стартером, а дальше все издания стали просто как шакалы подбираться к этим детям, к этим суицидам и писать по сути одно и то же, но у себя. И они, конечно, поднабрали кликов, но на репутацию издания я считаю, что-то повлияло негативно. Следующий пункт звучит так. Будьте смелыми, никого никогда не бойтесь. Если вы думаете, что за какую-то публикацию вас убьют, то вы ошибаетесь. Максимум, что с вами случится, скорее всего, редактор не поставит публикацию на сайт. Ну, либо вам, например, разобьют лицо, которое заживет все равно через неделю. Никто не будет обливать вас серной кислотой, никто не будет отрубать вам пальцы, как Олегу Кашину случилось 6 лет назад. Но даже если это случится, вы сразу же станете суперзвездами. Реально. Кашин в каждый текст, ну, ладно, через текст Кашин пишет, а вот когда меня избили, а вот в следствии по моему делу, а вот прокурор, и вот у него просто история на всю жизнь. Человек ценой пальца стал суперзвездой. Сейчас зарабатывает несколько сотен тысяч рублей в месяц, опять же, не напрягаясь. и ведет там какие-то программы, насколько я знаю, на дожде. В общем, востребованность Кашина увеличилась просто в несколько раз. Ну, полежал в коме несколько недель. Бывает. Следующий пункт — это отношение к русской классике. Почему-то считается, что, ну, особенно в 17-18 лет, кажется, что чем чаще ты будешь приводить примеры из Достоевского, чем чаще ты будешь вспоминать Пушкина, тем круче. Возможно, это связано с тем, что все сдают ЕГЭ сейчас в 17-18 лет. Но на самом деле все эти примеры, они изжеваны, затерты, и они как раз-таки для части C в ЕГЭ идеально подходят. Все мы понимаем, что Оксимирон сейчас популярнее Достоевского, правильно? И Шнур то же самое. Поэтому нужно приводить максимально актуальные примеры. Даже, ну, я один раз, конечно, сошел с ума и вам расскажу, как нельзя делать. Как нельзя приводить примеры в тексте, даже если вам кажется, что вы очень крутой. Итак, в ночь, значит, убийства Бориса Немцова в феврале 2015 года я писал текст про футболиста Ливерпуля Филиппа Каутинио, который известен тем, что он очень много сбивает издали, то есть он лупит мячом по девятке. И я пишу, удары Каутинио так же внезапно, как смерть, как убийство Бориса Немцова в центре Москвы. Это было ночью, я с утра просыпаюсь, рассчитываю видеть текст, но вижу вместо этого сообщение редактора. Ты что, с ума что ли сошел, он рехнулся, мы о таком просто не пишем. То есть как бы вам не хотелось быть предельно актуальным, все-таки соблюдайте рамки и лучше писать именно про какие-то тренды такие вечные. Например, там как у этого прокурора или полковника нашли 9 миллиардов. Это прям вообще идеальная тема сейчас для того, чтобы что-то с этой находкой сравнить. И еще один такой немаловажный момент, особенно для девушек. Девушкам ни в коем случае нельзя показывать себя жертвой. Возможно, тут кто-то в курсе, что случилось недавно между главным редактором издания Вундерзин или Вундерзайн, женское издание из Look at Me и основателем авиасейлс Константином Калиновым. Кто-нибудь в курсе? Кто-нибудь в курсе? Если коротко, то основатель авиасейлс сервиса для покупки авиабилетов жестко нахамил этой главной редакторше и она показала себя жертвой. Она начала писать в Фейсбуке, что пора бойкотировать авиасейлс. авиасейлс это миллион 10 миллионов пользователей в месяц только на сайте еще плюс мобильное приложение и так далее. Она сказала, давайте бойкотируем авиасейлс, чтобы они учились как нужно выстраивать, как нужно строить свою репутацию. От этого авиасейлс потерял может быть 50, может быть 100 каких-то пользователей самых принципиальных, которые вписались за эту главную редакторшу и которые туда вернутся, потому что действительно дешевле всего. Вместо того, чтобы быть жертвой, нужно придумать, как ответить человеку, который вас обидел, задел, оскорбил публично и ответить так, чтобы это было еще унизительнее для него, то есть развязать реально жесткую медиавойну. Вы так и покажете себе свое остроумие, и покажете свое бесстрашие, и привлечете к себе внимание, то есть это такое комбо. Например, у нас вышел материал как раз на сайте Палач в апреле 2015 года была история с избиением редактора издания ВОЗ, там девушку избил парень, и она очень однобока и как-то подозрительно про это написала, выложив свою фотографию с огромными синяками на лице, у нее распухшее лицо было все, и она писала, ну, это было не то, что подозрительно, было понятно, что она пишет не все, что она умалчивает детали, что она не рассказывает, почему ее избил парень, и как так вышло. Мы на это отреагировали текстом-заголовком «Почему можно бить женщин?». Естественно, все возмутились, потому что там тезисы были такие, мягко говоря, спорные, и на нас даже подали заявление в прокуратуру, но при этом я в тот день получил, кажется, два или три предложения о работе, предложения разжигать, предложения писать такие же дерзкие колонки, то есть скандал, любой скандал работает в чью-то пользу, чаще всего в пользу обеих сторон, поэтому ни в коем случае не сдавайтесь, если на вас кто-то публично как-то набычит или вам нахамит, а лучше постарайтесь переплюнуть оппонента, то есть представьте, что вы на версус баттле и сейчас нельзя просто взять и уйти, надо пошуметь по-любому. И при этом никогда сами никому не хамите, никогда не начинайте первыми хамить и лучше покажите себя максимально вежливыми. И как я уже говорил, тонкий, изящный, шикарный троллинг, он в тысячу раз эффективнее, чем удар в лицо, если, конечно, удар в лицо не нанесен так, чтобы это было на YouTube и все это видели. Но просто если вы, например, поругались с кем-то в комментариях на Facebook и решили с ним выяснить отношения, то на самом деле лучше накатать такой пост, уничтожить его, унизить по полной программе, чем сказать, все, встречаемся за гаражами, взять кастет, пойти его завалить и еще потом сесть после этого. Ну, конечно, я, как уже говорил, что тюрьма делает вас звездой, но не в этом случае. Не стоит от того. И сейчас немного о том, как именно нужно писать, как бы, если вот вы сейчас придете домой и вас спросят там родители, друзья, что вообще вы узнали на этой лекции, вы скажете, что тут укривлялся какой-то придурок полчаса. Вот. Вам самое главное, вообще правило текстов на русском языке, никогда не пишите то, что вы не можете сказать. То есть, если вам кажется, что это ненатурально, то это писать не нужно. Возможно, кто-нибудь из вас видел стоп-лист, который позавчера опубликовал Матч ТВ. Кто-нибудь видел, нет? Так, один человек. Ясно. Суть этого стоп-листа в том, что комментаторам Матч ТВ запретили произносить фразы, например, «Снял паутинку с девятки ворот». Или там «Валидольный матч», или там, например, «Мяч называть кожаной сферой, круглым предметом». И так далее. Но комментаторы Матч ТВ при этом делают это все именно так. Или, например, называть тренера наставником. Никто не называет тренера наставником, если общается между собой. Тренер и тренер. Тренер, имя, национальность и так далее. Вот, например, к слову «тренер» у нас среди комментаторов и среди спортивных журналистов два самых популярных синонима. Это рулевой и наставник. Но при этом тренера можно называть еще пятью разными способами. От имя, имя, фамилия. Там, например, Мирча Луческу, там, Мирча, Луческу, румын, специалист, румынский специалист и так далее. Синоним можно придумать приятный ко всему и всегда, ну, кроме слова «мяч», потому что мяч ничем не заменишь. Так вот, я это говорю к тому, что вы не должны усложнять текст конструкциями, которые вам кажутся, что идеально подходят для письма. Просто постарайтесь избегать повторов, которые тоже, на самом деле, не критичны. И рассказывайте историю так, как будто вы рассказываете ее, опять же, там, другу, подруге, маме. То есть без мата желательно и без каких-то слов-паразитов, без обилия вступительных слов, типа, там, впрочем, на самом деле, вообще запятая и так далее. Просто рассказывайте текст, чтобы он был ритмичным и читался тоже ритмично. И еще важнейший лайфхак. Избегайте двойных глаголов. Ну, кто-нибудь читает наш канал, на самом деле? Ну, просто честно. Кто-нибудь? Вот это да. Впервые в жизни вижу людей, незнакомых, которые читают наш канал. У нас на канале много-много раз выходило такое правило с примерами. Допустим, произошло какое-то событие и Медуза делает заголовок «Джастин Тимберлейк решил побриться наголо». Появляется фотография «Бритый Джастин Тимберлейк». Но при этом в заголовке именно такой оборот. «Решил побриться». Мы убираем два слова и делаем из них одно «Побрился». «Джастин Тимберлейк» уже побрился. И вот эта ошибка, она встречается у журналистов, которые, например, получают премию GQ «Человек года», как тот же Данил Туровский. У него постоянно встречаются эти двойные глаголы. И их, если станет меньше в вашем тексте, текст уже станет лучше. Просто поверьте мне, потому что у нас все решил пробить, попытался сделать, хотя на самом деле там уже все сделано. И не стоит ни в коем случае гнаться, например, там за объемом текста. Лучше пишите только те слова, которые, как вы считаете, характеризуют, которые должны быть в вашем тексте, которые именно характеризуют историю, которую вы рассказываете, а не набиваете символы в попытке показать, какой вы классный автор. И последнее, что я хочу сказать именно по письму, именно по поведению и так далее. Когда вот мне было тоже там 17 лет, 17, 18, 19, очень тяжело психологически бывает написать 3000 знаков, перечитать, понять, что вы написали полный ад, нажать Ctrl-A и стереть все к чертям. Вам кажется, я же старался, я же провел час, а буду-ка я лучше это исправлять. И дальше текст становится все хуже, 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 вы тратите все больше и больше времени. Не забывайте, пожалуйста, о том, что у вас на компьютере, на клавиатуре есть кнопка Backspace и пользуйтесь ей в те моменты, когда вам самим кажется, что ваш текст не очень. Если вам самим кажется, что текст плохой, всем остальным будет казаться так еще сильнее, просто поверьте. Потому что не бывает практически такого, что вы написали какую-то дрянь, а редактор говорит, что это шедевр. Вообще ставим на главную и будет висеть у нас три дня, как история про детей-суицидников. И еще одна, еще один последний заключительный пункт, это продвижение себя. Сейчас мы все знаем, что продвигать себя нужно в соцсетях. Но вопрос в каких? Если вы девочкой умеете фотографировать себя со всех ракурсов и умеете пользоваться приложениями для обработки, и вы не стесняетесь, что у вас пять рядов хэштегов стоит под фотографией, то вам, конечно, прямая дорога в Инстаграм. Но просто помните о том, что прежде чем к вам придут рекламодатели шампуня, и прежде чем у вас там будет 10 тысяч условных подписчиков, вам придется выгрести из своего Инстаграма кучу спама, а из директа сообщения от всяких извращенцев, которые будут к вам докапываться просто неминуемо. Дальше следующая соцсеть это контакт, которая на самом деле мне кажется очень перспективной, но ее же создатели ее и убили. Сейчас, если вы разместите хороший пост в контакте, то его прочитают ваши друзья, прокомментируют ваши друзья, репостят какой-нибудь ваш друг, и охват поста будет крошечным. Твиттер та же самая ситуация, как и с контактом. То есть, казалось бы, классные заметки короткие было бы здорово публиковать, может быть, кому-то было бы их интересно читать, но что мы видим? Твиттер мертв, никаких реакций нету. Человек пишет, человек неизвестный, вот как, например, ну, просто взять человека с улицы, он зарегистрируется в Твиттере, на него подпишутся пять корпоративных аккаунтов и два каких-нибудь депутата, которые автоматически на всех подписываются. То есть, у него будет семь фолловеров, и у него никакой мотивации для них писать не будет. Поэтому, я вот считаю, что если вы хотите прямо классно продвинуть себя, то лучшее место, чем Facebook, где все очень добродушные, достаточно интеллигентные, и поначалу вежливые, лучшего места, чем Facebook, вы просто не найдете. И там, как правило, именно на Facebook, вы можете отыскать свою первую работу, потому что там всплывают вакансии. Ну, и среди вот людей, которые там 30+, которые, в принципе, рулят рынком, они, среди них распространено мнение, что контакт, он для школьников и общение там с мамой, которая живет в другом городе, одноклассники, это просто ужасное место. Twitter это для того, чтобы читать новости, Instagram это вообще как бы либо психоз, либо там какие-то другие отклонения. А вот Facebook, он существует именно для того, чтобы работать. И в мессенджере люди предпочитают общаться как раз таки о работе. И второй вариант, это сейчас что происходит с Telegram. С Telegram происходит ситуация, когда можно сделать канал, писать туда какие-то интересные вещи, стучаться к людям, у которых уже и так популярные каналы. И за очень короткий срок заработать там свою первую тысячу фолловеров, а это очень много на самом деле, потому что в Telegram в среднем посты читают наверное процентов 60 аудитории. То есть если у вас будет 1000, то прочитает 600 человек. Если у вас будет 3000, то соответственно уже там больше чем полторы тысячи просмотров будет у каждого вашего материала. И опять же мой любимый пример в начале лета в Telegram мне написал парень, у которого было 11 подписчиков на канале, он сказал мне, что хочет купить у меня рекламу и что ему обязательно нужно распиарить его канал. Я ему объяснил, что 11 подписчиков пиарить практически бесполезно. Он не отчаялся, ну обычно такие уходят и у них дальше остаются 11 подписчиков, они просто забивают на свой канал. В Telegram вообще очень много мертвых каналов. Этот парень пришел ко мне через неделю, у него было уже кажется 200 подписчиков. Я удивился, он сказал, все равно покупай рекламу. Мне она нужна, у меня в тот момент было наверное 2000 подписчиков на моем канале. И вот этот парень купил рекламу, мы дальше с ним как-то общались. В июне, у него в конце июня стало больше 1000 подписчиков, потом у него стало больше двух, потом у него в один момент стало 4000, когда у меня было еще там меньше. Вот. Потом у него сейчас у него 5500 подписчиков и к чему я рассказываю. ему было 17, ну ему сейчас 17 лет, он поступал на платное в университет, ему не хватало денег для того, чтобы оплатить себе образование, он их зарабатывал сам. И он написал к себе на канал, обратился к своим подписчикам, говорит, помогите пожалуйста собрать деньги, либо дайте в долг, либо предложите работу. И к вечеру того же дня у него было предложение из комсомольской правды, насколько я помню, и 11 тысяч рублей пожертвований. И он благополучно поступил в универ, на журфак, куда мечтал, то есть получил такую обратную связь, еще и работу себе нашел. И в критичный момент такой инструмент, как Telegram, все-таки может вас выручить. На этом мое выступление заканчивается. Я уступаю свое место Роману, который вам расскажет более полезные вещи.